Привет, друзья! Постоянно мне пишут молодые люди с какими-то психологическими проблемами, и очень часто это проблемы с личной жизнью. И, к сожалению, да, личная жизнь это для большинства людей актуальный вопрос, даже у кого она есть, то, как правило, не такая, как хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы эти проблемы как-то у людей пропали, исчезли, чтобы что-то поменялось в нашем обществе. И частенько молодые люди, которые поднимают такие вопросы, видно по ним, как-то прямо они заявляют или косвенно, как-то из их слов видно, что они завидуют тем самым личностям, которые, знаете, периодически попадается такой человек, про которого прямо видно, что на него виснут и липнут все девушки, и он там такой весь, все время у него очередь желающих девушек, все его любят, все его хотят. И вот эти молодые люди очень хотят быть вот такими популярными, вот такими нужными и вот такими вот классными. И есть один очень большой подвох в этом, я хотел бы обратить на него внимание. Но сразу отмечу, что я не считаю это предосудительным, что кто-то хочет быть популярным, вот таким вот и классным. То есть да, нужно совершенствоваться, развиваться, я всегда за развитие. Если вы умеете еще что-нибудь, изучаете еще что-нибудь новое, становитесь каким-то ловким, классным, хитрым, мощным, еще каким-нибудь умным и так далее, развиваетесь, растете, это всегда лучше, это потом где-нибудь пригодится. Но я хочу указать на то, что вот такой образ жизни, когда человек становится вот таким классным и популярным, он не приносит тех плодов, он не выполняет ту цель, не достигает той цели в итоге, которую преследуют вот эти молодые люди, которые хотят нормальной личной жизни и пишут мне вот, чтобы обсудить это как-то или посоветоваться. Каким образом? Как я уже говорил в других видео в своем курсе, как же называется этот плейлист, краткая теория близких отношений. Я говорил, что для вечных отношений, продуктивных, вечных, приятных отношений, которые будут давать человеку счастье, вот такое вот личное счастье в личной жизни. Нужно как минимум два обязательных условия, чтобы выполнялись. Первое, это нужно, чтобы оба партнера круглосуточно и круглогодично, всю жизнь, заботились о чувствах, желательно всех окружающих людей, заботились о чувствах, о состоянии чувств. То есть, чтобы вели себя так, чтобы окружающие люди чувствовали себя все время благополучно. Желательно это ко всем людям делать, кто не совершает какие-то акты агрессии в ваш адрес. И уже как частный случай друг к другу вот так относиться. Если оба партнера так относятся, это очень круто. И второе, это понимать друг друга, предметно разбирать проблемы, не отворачиваться от них, слышать друг друга и не переводить какую-то предметную суть разговора на личности. А вот именно есть проблема, пока не докопался, не разобрался, не отошел от нее. И вот при выполнении этих двух условий, когда и о чувствах заботишься, и беседуешь внимательно, да, и разбираешься в вопросах, то все будет прекрасно. И это вот то, да, на чем строится именно правильная, ну как сказать, правильная, ну личная жизнь благополучная такая вот, когда обоим хорошо. А вот чтобы девушки липли и вешались на кого-то, нужно немножко по-другому, а вернее совсем по-другому. И я тоже это уже в разных видео, там в разных беседах, я по кусочкам это собирал, по крупицам. И сейчас еще раз воедино собрав, скажу. Люди очень не любят взаимодействовать с реальностью и очень хотят подсознательно внутри вернуться к эмбриональному состоянию, чтобы ничего не надо было делать, ничего не надо было решать. Вот этот классический, такой, меметическая эта картинка в интернете, когда надутая такая девочка, типа, я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье. Это не только девочек касается. Мужчины на самом деле тоже ничего не хотят решать, а хотят, ну не платье там, да, ну просто чтобы было все вкусно и сладко. Почему? Потому что так заложено в самых глубинах психики. Чтобы идти надо по пути наименьшего сопротивления, поменьше напрягаться, побольше кушать вкусноты. То есть чтобы, ну как-то нужно устроиться, да, чтобы ничего не делать, а тебе все было. Это биологический принцип, это нам ДНК вообще диктует, наш генетический код диктует стремиться к такому поведению. Поэтому, как только у человека появляется возможность, чтобы он не трудился, не напрягался, не выдумывал, куда ему жить и зачем, а его поймали, завлекли там таким вихрем интересностей, ну вот я рассказывал, не помню точно, как это видео называется, но в этом году я уже затрагивал эту тему, когда вот таким каким-то, ну приходит человек, у которого все время интересные события, дела. Он все время какие-то тусовки, он все время знает, куда можно пойти и там веселиться. А пойдемте, там какое-то бухалово, а пойдемте, там какие-то приколы, там какое-то пати. Я еще этих людей знаю, этих, идет по улице. О, привет, ребят, а вы куда, чего, идемте вместе, там все. И вот когда вот так происходит все у человека, или он какой-то, ну он может быть и общественный какой-то деятель, официальный такой и в костюме, но он постоянно, у него какие-то мероприятия, какие-то открытия, какие-то выставки, ну или политик какой-нибудь, да, ну в любом случае публичная такая персона, и он все время, ему надо куда-то ехать, его где-то ждут, какие-то люди ему улыбаются, и получается к такому человеку присоединяешься, сразу возникает какой-то вихрь событий. Вихрь событий, который, вау, ты все время получаешь впечатление, то да, все такое любят, не только девушки. Такое любят и молодые люди, ну мужчины, там уже, конечно, от законсервированности психики зависит, если кто-то там жестко уже сформировался, годами по-другому, он может такое уже не любить, отторгать. Там вот все, у меня тихий мирок, мой маленький, я тут закрылся. Но в основном люди такое любят. И получается, что когда появляется в компании такой молодой человек, у которого постоянно великолепные, потрясающие какие-то истории, от которых все смеются, и с ним очень весело там вот выпивать, отдыхать, куда-то гулять, ездить, где-то в какую-то там квартиру, вот на какой-то пати завалиться и в повалку заснуть. Вот отлично. Вот все, кто вокруг есть, ну вот у кого жизнь была неполноценная, а немножко такая уныловатая, они понимают, что им нужно рядом с этим человеком находиться. С ним все становится ярче. Вот все становится лучше. Все как-то, ну как я уже вспоминал, юмористический номер, где у майора, у отдела, у руководителя отдела, начальника отдела по борьбе с наркотиками, который сам такой был явно видно, так что наркоман, типа, ну на этом был построен номер, вот у него спросили, в чем причина наркомании, почему молодежь становится наркоманами. Он сказал, понимаете, мир, он такой серый. Вот, один серый. Вот, и я очень с этого смеялся, то есть мир, он такой серый. И получается, что когда молодой человек дает вот это девушкам, то они тогда все время его облепляют, они все время с ним, он такой увлекательный, такой потрясающий, с ним так круто. Но теперь возвращаемся к началу. Молодые люди, которые завидуют вот этим популярным самцам, которые, вау, за ними там очередь, да, девушки на них вешаются, прямо вешаются. Когда мне пишут эти молодые люди, они пишут, что они хотят нормальных отношений. Они хотят девушку, которую они смогут уважать за что-то. Отдельный вопрос, заслуживает ли каждый отдельно взятый из этих молодых людей такой девушки, это нужно тоже рассматривать, но сейчас мы это временно пока рассматривать не будем. То есть девушку хочется, которую будет за что уважать. Рассудительную девушку. Любящую, заботливую, ласковую девушку. Какую-то адекватную. И вот просто хочется мне обратить внимание этих молодых людей, что вот эти девушки, которые повисают на вот этих популярных парнях, они потребительницы. Они как раз вот эти неполноценные создания, неполноценные существа, которые просто свою серую жизнь делают ярче с помощью вот этого человека. Они при нем как рыбы прилипалые при ките. Их вот это так увлекает, увлекает. И они просто потом прислушиваются к себе. Ну мне вот с ним прикольно, с другими не прикольно. И поэтому они как бы при нем остаются. И вау, ты такой классный, ты такой классный. Ну а с кем тогда встречаться? Встречаться надо с классным. Но это не значит, что они его вожделеют. Это не значит, что они на внутреннем вот именно уровне физиологическом испытывают к нему именно непреодолимое сексуальное влечение. То есть, конечно, случается и такое, но все-таки, как правило, такое больше случается, если парень еще и какой-то супер отборный, там подкачанный, накачанный такой с внешностью стриптизера и все такое. То есть, там именно на физиологическом уровне срабатывает. И этот парень, ему не обязательно быть таким супер популярным. Он может просто работать стриптизером, и многие девушки вот так на него будут реагировать. То есть, это одно с другим не связано. А вот когда человек просто такой весь, он вроде бы и лицом и неказист, знаете от таких, но вот все вокруг него девушки вьются. Я еще раз акцентирую, это никак не означает, что они на физиологическом уровне прямо его хотят и вожделеют. То есть, да, они в итоге спят с ним, но как-то так. И если он попытается разговаривать с ними какие-то разговоры, вот еще ближе к сути, то есть, то, чем вы хотите поделиться с людьми, то, что в вас есть, это не то, что делает кого-то популярным. То есть, ваши вот эти мысли, они потому и сложили вокруг вас такую ситуацию, что эти мысли не заставляют людей липнуть к вам, тем более девушек. Он ведет себя совершенно по-другому, у него другой образ жизни, поэтому на него липнут, на него виснут. А то, что у вас есть сказать, может быть оно правильное, неправильное, я не знаю, я этому не судья. Но то, что у вас есть сказать, это то, что будет отвращать от вас этих девушек. Вы не сможете поделиться с ними. Вы не сможете увидеть от них какой-то искренний, вдумчивый, заинтересованный ответ. Они не будут вам собеседниками. Они не захотят делать с вами то, что вы делаете по жизни. Вот эти девушки, которые вьются вокруг этих популярных молодых людей, они именно потребительницы. То есть, когда вы хотите вот эту вот самую девушку, которую будет за что уважать, которая будет вся такая хорошая, став вот таким, как они, вы не найдете таких девушек. То есть, максимум, вы сможете только в первые какие-то моменты порадоваться, что рядом с вами вообще кто-то есть. Но потом вы сразу поймете, что у вас получается, и даже постель получается с этими девушками, там как-то все неискренне, и как-то натянуто, и как-то это не то. Нет именно отдачи личной такой. То есть, вот нет такого, что эта девушка вот, ну не знаю, вот именно то, что у вас в голове, вот она поняла, приняла, уважает, и вот ее это заводит. Такого не будет. Она просто вот будет с вами, пока вы делаете ее жизнь яркой, развлекаете. И она будет и хотеть развлечений. Как только пауза, она сразу будет спрашивать, что мы дальше будем делать. И вы должны все время придумывать, и вы должны развлекать. То есть, я хочу акцентировать на том, что поначалу это кажется очень круто, и я сам в свое время вообще не понимал, как это все устроено, и действительно искренне завидовал таким молодым людям, а потом понял, что, ну, завидовать, в общем-то, нечему. То есть, нужно, действительно нужно устраивать свою личную жизнь, нужно расти над собой, нужно развиваться, нужно уметь быть популярным у девушек, и быть приятным и для мужчин тоже. Да, быть нормальным человеком, которого уважают. Но при этом нужно понимать, что если вы хотите рядом с собой видеть какого-то человека вот с определенными уважаемыми такими качествами, который будет наполнять ваше сердце радостью, с которым вам будет хорошо, и хорошо по возможности всегда, годы и годы, то вот тот стиль жизни, он не ведет к этому. И очень важно понять это на раннем этапе своего становления, и не потратить огромное количество энергии, пытаясь подражать кому-то, набивая шишки, а потом вы еще и в итоге, ну, как бы варианты, или вы разочаруетесь в жизни, или вы все-таки научитесь, но окажется, что вот этот образ жизни не дает вам то, чего вы хотели. И понимаете, у вот этих людей, которые вот таким образом, у них все лихо заворочено, и получается, они популярны у девушек, они только таким образом исправляются, что они очень часто являются людьми легкомысленными. Я много таких видел. Легкомысленных. Я не осуждающе, не как-то, знаете, то есть я не ругаю этих людей. Просто есть разные натуры, разные характеры. Вот у меня, среди там разных моих школ, вот был один одноклассник, очень хороший, позитивный парень, который сам про себя говорил, я легкомысленный. И да, он был легкомысленный, но при этом он отличный человек. Я его встречу, я ему пожму с удовольствием руку. Вот, просто я хочу сказать, что именно благодаря вот этому своему свойству, поверхностности, легкомыслию, они просто не ждут никаких там бесед с этими девушками, там поделиться с ними чем-то. Они увлечены, они именно увлечены вот этими своими интересными делами. А девушки рядом, ну хорошо, что есть, отлично. То есть какой-то происходит безответственный такой секс, который, он там толком и не заморачивается, что и как происходит. И все, и он живет дальше. Он не останавливается на этом, он живет дальше-дальше своими вот этими направлениями. Но периодически случается то, что я видел не раз тоже в своей жизни. Когда он встречает девушку, которая его зацепила, и он останавливается, и он начинает точно так же страдать, переживать, вот так, как многие молодые люди, вот которые мне пишут, переживают и страдают. Что вот есть девушка, вот она мне нравится, я не могу ее добиться, как это сделать, как быть вот таким, как быть вот таким популярным. Вот эти популярные люди, я же говорю, когда встречают ту, которая действительно цепляет, очень часто не знают потом, что делать. Потому что они просто безответственно жили, и они не умели добиваться вот тех, которых надо. Им надо. Вокруг них просто были вот те, которые липли на вот это все увлекательное. Я уж постарался с 30 разных сторон это проживать и объяснить. К сожалению, для очень многих молодых людей это не очевидно. Ну а откуда бы оно, собственно, было очевидно, если в учебниках это не написано, и родители, как правило, это тоже не говорят. Отсюда хочу подвести черту. Значит, в первую очередь, я никого не ругаю. Я не говорю, что вот эти люди там, они какие-то разгильдяи, а вы такие супер умные, там поправьте там очочки на переносице, да, и вот будьте более какими-то там просветленными. Нет. Хорошо уметь все. Хорошо уметь строить скворечники для птичек и хорошо уметь быть популярными у девушек. Но просто когда вы будете очень большое количество энергии выделять на что-то, чтобы быть кем-то, чтобы стать каким-то, подумайте, каким вы хотите стать и куда это все ведет. То есть, если вы хотите подражать тому, кто ходит по клубам, и у него на шее виснут, это, ну, такой образ жизни не даст вам то, чего вы хотели. Поэтому будьте осторожны, ребят. И желаю вам счастья. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok